Всем ребят, привет! Сегодня будет интересное видео, на котором будет и дорожная компания, приедут гости и будем копать в этой местности. Хочу вам сказать заранее, я увезу домой больше тысячи монет. А откуда у меня взялись, вы увидите в этом видео. Так что приятного вам просмотра. Всем ребят, привет! Начинаю наконец-то свой видеоролик. Именно с вечера мы уже немножко покопали. Сегодня отмечаем день пограничника. Собрались у нас небольшая компания. К сожалению, всех указать не могу, потому что многие у нас уже уехали. Уехали у нас Михалыч, Диман Стольятти, Диман Юданов, затем Бамбл Александр Петров, затем у нас уехали. В общем, много людей уехали и остались вот с ночевкой только вот узкий круг людей. И вот сейчас я только, ребят, начинаю свой видеосюжетик. С того, что у нас сейчас дружно, организованно делают ужин. Ужин именно плов. Плов будет шикарный. Я у всех засниму мнение. У нас сегодня многие новые. У нас Евгений. Привет, привет! Приехал с нами познакомиться. В конце копа я спрошу его мнение, как ему наше мероприятие. Надеюсь, ему понравится. Дальше, ребята, у нас еще один человечек, которого вы многие знаете. Да не ты, Борода, иди отсюда. Вот. Бороду вы знаете. У нас вот Паша. Паша. Паша Колпаков, который вы, наверное, знаете в чате. Вот. И он у нас впервые на экранах появится. Также Паша взял еще одна комрада. Представляйся. Кирилл. Кирилл. У него уже находки. Ребята, вы уже в ближайшее время увидите, как он ботнул пятак. Низкопрофильный, шикарный. Печально. Затем у нас сегодня новый член нашей команды. Член, да? Можно тебя так назвать? Член нашей команды. Член можно назвать. Член. И это у нас Ирина. Вы ее сегодня увидите, услышите, потому что это наша эстрадная певица. Мой молодой, мой вечный лунный дед. Над миром вновь ликует светлый май. В который раз мы празднуем победу. Но то, что совершили наши деды, ты помни, никогда не забывай. Если не ошибаюсь, Ирина Дик, да? Ирина Дик. Если интересно, можете в ютубе загуглить и послушать ее живой голос. Ну и, естественно, Костян, как бы уже постоянный наш член, да? Член постоянный. Иришка тоже член, да? Ребята, и готовят, в принципе, вот. Все у нас настоящее. Мясо кусочками. Такое. Да, вкусняшка, ешкин кот. Да, сейчас супер-супер. Представляете, у него морковка и лучок. Знаете, кто это чистил? Вот этот борода. Да. Серега даже сказал, засними меня, как я лук чищу, чтобы жена у меня увидала. Я ничего не чистил. Ну, ребята, не успел, не успел заснять. Это он все почистил. Так что супруга, которая сейчас его смотрит, он умеет чистить, заставляя его чистить. Так что обленился, только любит пожрать. Вот, так что, ребята. Продолжаем видеосюжетик. В принципе, у нас, как бы, находки есть, но вы чуть позже увидите. У меня уже серебрухи есть, у меня уже все-все-все. Но вот эти вот два бородача... Ну, ладно, один пока бородача, да? Второго бородача. Казани, вообще, походу, лезвия дорогие. Лезвия? Почему? Чего это? Да-да-да, побриться там сложно, да? Ну, да. Одни бородачи, да, одни бородачи, ребят, приехали. Ой, делай, это как больно. У нас только иришка такая гладкая, чисто выбритая, а в основном все остальные вот бородатые. Даже... Ну, ладно, ребят, в принципе, вступление сделал. Чуть позже мне немножко подарков здесь привезли. Вот, в частности, Паша мне решил сделать подарочек небольшой. Вот, потом Атом Копа мне тоже подарок сделал, но на видео я обязан запечатлеть это, потому что в скором будущем мы планируем закопать клад. Ну, и Атом Копа привез немножко монет. Потомком. Немножко, да, потомком. То есть, там несколько килограмм монет, и в ближайшее время мы этот клад будем закапывать. Очень, очень, ну, много. Я же тоже монет привезу на Рыбе. Так что кладуха скоро у нас будет, как я и обещал, слово держу, клад будет. Надеюсь, потомки когда-нибудь откопают. Ну, а в целом, что, интересное что-нибудь появится, я, конечно же, буду снимать. Вот, так что смотрим, будет интересно. Если первый раз на моем канале, подписываемся. У нас интересно, настоящие копы. Кладов нету, золота нету, но как есть. Процесс приготовления там идет. И здесь шуршат, и здесь шуршат. Аж два человека, три человека, ребята, шуршат. Да, здесь. Один шуршит, второй шуршит, третий шуршит. Вот, смотрите там. Красота. Охатка дрож и плов готов. Да, и плов готов. И там тоже у нас тоже. Вот, видите, шеф-повар сидит, командует, А Паша с Казани. Пытается. Соломки режет. А Сережа вон, чистоплю, ручки моет. Ну, в принципе, что-то пошло. Ты же мясо трогал. Мясо трогал. Сырое такое хорошее мясо. Вот. Ты понял, что надо руку держать, пальчик. Не так, а надо пальчики подгибать, ешкин кот. Нет. Да. Вообще руки. Вот, он понял. Паша, хорош жрать, Паша. Смотри, борода какая, блин. Сейчас, короче, когда вон тебе будут грязные, мы дойдем до этого, до черного ворона. Сережа, Сереж, хорош пить, Сережа. Кто бьет? Жень, хорош готовить. Жень, хорош жрать, Жень. Соль, давай. Кирюх, хорош курить, Кирюх. Блин, ну так получается. Костяночек, хорош играть. Это Костяк. Ириш, хорош пить. Хорош пить. Так что, смотри, наш. Ну что, пьем или копаем? Пьем? И пьем, и копаем. Или копаем. Копаем, и пьем. Копаем, и пьем. Пьем или копаем? Нет, нет, этот... Ребята, Серега в группу, в группу там скидывает. Завидуйте, ребята, завидуйте, кто не приехал к нам. Вон там. Молодцы. Красота. Готовится к плову. Вкуснятина. У меня уже, я не знаю, желудок сосет. Уже два часа жду, когда же плов, сука, приготовится. Слышь, Вену, разливай давай. Серый. Я загружаю, ребята. Разливай. В поиск 63 загружаю видео нового. Там уже вон лайки у нас пошли. Угорают там, да, на нашем видео, да? Красавцы. Загружай новое видос. Ребят, Паша, Паша, Паша Колпаков. Паша Колпаков в чате у нас активный участник. Так что вот так вот, ребят. Вот так вот у нас Паша выглядит. Теперь вы знаете, выгляжу как я. Да, как он выглядит. А вон его автомобиль стоит. Копа-мобиль. Целый настоящий танк. Разливай борода. Где татарская водка? Татарская водка? Нет, это что? Это бред, помню. Давай на цвету беленькой. Да, вот. Это не реклама. Это не реклама. Жизнь начнется без обралов, Сундуков и генералов, Где мобилизация. Жизнь начнется без обралов, Сундуков и генералов, Где мобилизация. Ириш. Да? Я приеду к сибирскому концу, Где мобилизация. Лайк, лайк, вот Женин лайк, Ешкин кот. Существует. Давай, Сунин. Ты кунилая, что ли? Ну а Сережа, как всегда, С твоим другом. С каким? Раз, два, три, четыре, Шесть. Пять. Шесть. Сегодня шесть. Кто пьет шесть? Да, ты просто начал играть. Посчитай получше. Сережа, скажи пару слов. Каких тебе пару слов? Ну у тебя там что-то это... Он мне уже лайки там присылает. Присылают лайки, да. Да, Сережа, что-то отвечает, что там говорит. Не знаю, сейчас посмотрим. Да, ребята, К сожалению, вас тут нету. У нас тут компания дружная. Дружная компания и кайфуют все, ребята. А сейчас чуть позже будем кушать плов, ребята. Плов вкуснейший. Вон, смотрите, парится, варится, шипит, фурчит, блин. А, какая вкусняшка будет, а? Ай-яй-яй. Что там, Сереж, говорят? Пока ничего еще не загрузилось даже. Здесь интернет сам. Да. Лоховато. Это муж, это сразу, это интересно было, сейчас классно. Эреж, как тебе одной в мужской компании? Да вы знаете. Так и говори. Я пока что еще не поняла, но я так думаю, что все мужчины там, как бы... Надо поправить. Нет, все мужчины, не знаю, все мужчины вообще молодцы, но я привыкаю пока что. Привыкаю? Все бородочисты, нет, 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 нет. Вот все, вот борода, ребята. Они с тобой постараются. Вот смотрите, борода, борода. Можно еще раз сказать? А где у нас в очках борода? Да, поссать ушел, да? О, крылся. Короче, кругом борода ты. Что Ириша хочет сказать про бороды? А? Ну зачем так это грубо? Да, я буду запикывать. Пиии. Но все поймут, но все поймут. Нет. Ну Иришка молодец, ребята. все молодцы. Иришка у нас прям влилась в наше общество, прям вообще классная, так что претензий к ней нету. А обычно у нас, если к девчонке бывает, долго адаптируется, но Иришка прям влилась в компанию, прям за счет, за счет. Так что поехали дальше, ждем плов. Не знаю, я уже, я не знаю. Что это было? Вот еще одна борода, ребята. Борода, знаешь, как тебя назвали сейчас только что? Ир? Как ты его назвала? Мой Жень. Нет, ты там что-то про эту. Нет, мой Жень. Под носом что-то сказала. Нет, про эту, эту я сказала. У Женьки такого нету. А, нету Женьки, да? У него особенную бороду, она не колет, да? Мягкая. Мягкая, шелковистая, как, как у, как у, а жена только, Женька спалился, да? Только жена знает, какая у него мягкая шелковистая. Выбите ему кружку. Бородачи, да, все, идем к столу, ребят. Это вне эфира. Вне эфира. Итак, ребята, мы до сих пор ждем, когда поспеет наш плов, но он скоро поспеет, это однозначно. И пришло время, ребят, подарков. У нас, как вы знаете, так, как это, блин, как его, смешарки, 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 да. В общем, ребята, пришло время подарков, и, знаете, я обожаю подарки. И сегодня в роли Серега мне сейчас вручат подарок, именно, который предоставил Атом Копа. Я вам его обязательно сейчас сниму. Сереж, покажи там чего. Да что ты мне показываешь, епта? Ты покажи пакетик, весомый пакетик, ребята. Соройте ваши денежки. Это, это Атом Копа предоставил, вот, сколько здесь серый по весу? Килограмма полтора. Полтора, ребята, полтора килограмма монет. Я бы здорово не пойму. Здесь советы ранние, советы поздние, в общем, все, все, я вам покажу, даже вплоть до 92-го года. Ну, чуть попозже. И к нам приехал в гости Паша. Сегодня мой день, потому что Рустик не приехал. И сегодня идешь, ну, пойдем. Руст не приехал, он тоже, тоже пограниц. И Паша решил мне тоже сделать подарочек именно в честь погранвойск. Смотрите, ребята, это все пойдет, это все пойдет именно вклад, вклад, который мы в ближайшее время замутим, несколько килограмм мы закопаем нашим потопным. Ну, и Паша, вот этот Паша меня решил порадовать. Чем порадовать, вы сейчас увидите. Так, давайте, Александра поздравим с его праздником, подарим ему вот такой значок. Это не значок. Это не значок, это уже у нас медаль, то есть, да? Да, это и считается, да. Это ранняя, ребята, это ранняя награда именно отличник погранвойск второй степени. Я сам пограничник, у меня имеются такие награды в третьей и второй степени. Но это награда, ребята, это награда, это раннее, раннее, то есть, когда был Советский Союз. Вот награда, ребята, вот на красавица. И я, если честно, очень доволен тому, что вот у меня появилась вот такая вот. Блин, ребята, прямо вот взять, вот сейчас вот приделать, прям классно. Так что, Паша, огромное спасибо, Паша. Спасибо. Все, поздравим, поздравим еще раз с праздником. Ну, как говорится, мы знаем, что у Саши есть еще верный друг, чтобы ему не было обидно. Да, ребята, у меня кинг, такую кость. Ребята, кинг у меня перед отъездом отправился на тренировку. У него грядет соревнование именно в Москве, и он у нас отправился на тренировку сначала кусачка, потом ринговка, а потом Москва. Но Паша об этом не знал, но он кингу прислал, принес вкусняху, но кинга нету. Он мне вкусняху даст сам. Вот такая вот, ребята, кость. Ну, ты только это не съешь, кинг. Блин, как так можно, вот, знаете, вкусняха? В голодное время на копе. Да, кинг у меня обожает, такие вкусняхи, ребята, но косточка прям классно. Так что, ребята, смотрите, у меня на стримах есть кингу на сосиску. Тоже можете кинга порадовать. Так что, ладно, ждем. плов, плов. Ждем. Ребята, смотрите, плов в каком состоянии. Блин, сейчас объедимся, ребята. Пускайте слюни, пускайте слюни. Но я, когда, сейчас вот разложим по тарелкам, и я каждую физиономию засниму, с каким удовольствием будет хряпать вот это блюдо. Готовили. Женя, Сережа у нас резал лук. И шеф-повар, шеф-повар. Резал у нас морковку. Паша у нас тоже помогал. Ну и Иришка тоже немножко приложила усилия. То есть, она командовала, она командовала что, как, зачем и почему. Ну, в итоге посмотрим, насколько вкусный плов по физиономии каждого у нас присутствующего. Ну ладно, ждем, ждем плов. Ребят, наконец я дождался плова. Смотрите, какой пузяк у меня. Видите, да? Он весь плов съел. Да. Ребят, плов получился удачный, мясо прожарилось, плов рассыпчатый, прям вкусняшка. Я самый первый, кто освободился. Давайте посмотрим на довольные лица Евгений. Жень, что хочешь сказать про плов? Отличный. Отличный. Ириш, Ириш, конечно, у нас и дюймовочка, порцию не смогла доесть, но что про плов хочешь сказать, Ириш? Вкусный? Замечательный. Вон у нас Казань доедает до сих пор. Это вторая порция, по-моему, да? Да, вторая. Общими усилиями лучший плов. Кирюха, смотрите, худой, а уминает, как это, толстяк. Паш, ты толстяк, давай. Одну порцию съел? Одну, большую. Большую, да? Очень вкусно. Безумно. Смотрите, как это. Это повар. Смотрите, как мучается Женя. Смотрите, как он мучается. Вкусняшка, да? Запивайся. Серж, ты что хочешь сказать про плов? Плов просто готов. Готов? Да. У нас... Да там половина осталась, казана. У нас на завтра, да на утро осталось, да? Если он не пропадет. А что, а что с ним быть? может быть, может быть, и этот проснется, либо этот проснется, либо этот, или этот. За Казани надо глаз в глаз. Татарань, такие хитрые, только мы русские. Татарань, да? Плов любит, да? Он русский. Ты эфиоп, я русский. Точно, вот почему он так уплетает, блин, он же тотал. Я чувашин. Чувашин я. А, чувашин? А не привезли сало, отвлекающий маневр. А, сало такое было, ребята. У меня бабушка, да, с этого, с украины. Смотрим, да? Стоит, надеюсь, его, надеюсь, никто его не съест. Так что, ладно, копать не знай, что-то я брюхо накормил, и мне что-то копать ночной шурф не охота, ребят, не знаю, не знаю. Сера, пойдешь копать? Конечно, пойду. Вот, если пойдут, то находки будут. Так что, ладно, ждем, ждем находок. Итак, ребята, доброе утро. Начинается новый день. Кто-то у нас похмеляется, кто-то кофеек принимает на душу. Вчера отметили, в принципе, день погранца классно. И сейчас просто, знаете, за кофейком решили проверить кое-какие тесты насчет кладов. Клад это интересно, много кому не достаются эти клады. Сейчас я приготовил стопочку медных монет и положил друг на дружку. И давайте посмотрим, много, в принципе, приборов. И какие приборы видят эти клады, а какие нет. Так что, приступаем. Лежит стопка друг на дружке. И давайте посмотрим, приборы, какие клады видят, а какие нет. Венник 800. Ребят, не видят. Крашка в катушке. ты-то, ты-то страной такой бы не копал бы. Верно? Ну, в принципе, да. Ну, смотрите, сигнала нету, VDI немножко что-то выдает, но VDI безобразно. Видит, да? Что у тебя показывает этот прибор? Копаем мы себе? А он показывает как раз-таки железо. А ты такое бы и не копал, да? По звуку, по звуку я бы засомневался. Да. Ребят, сейчас будет у нас Fischer 75. Теперь АТ-Макс ГАРОТОВСКИЕ. На, терка, ребята, без вопросов такой вот кладик подымет. Так же, как вот. Так чистый. Глазар четко. Повел. Я у нас ребят, 800 мили наигнаем. Посмотрим, как они будут у нас сигналить. Вот, это настоящий клад. Допустим. АТ-Макс